Привет, мои хорошие! Сегодня такой немножко сумбурный день, всё в спешке, но надо готовить, кушать. Никто не отменял этого. У ребёнка сегодня собрание, поэтому всё надо делать быстро. И вот пришла пора мне рассказать вам о моей любимице на кухне, о моей мультиварке с функцией скороварки белорусской фирмы какой-то. Ореза, Ореза, Бог его знает. Белоруссия вообще для меня до сих пор авторитет всего советского, нашего старого и качественного. Вот тут даже, девочки, кому видно, посмотрите. АТК Республики Беларусь. Уже, конечно, пожирнело пятнышко, но она у меня, трудяшка, нисходит с рабочей панелью. Постоянно включена. Где-то может быть недомытая, не судите строго, в каком плане недомытая. Я её сильно не очищаю. Во-первых, некогда, она всё время трудится. А во-вторых, девочки, скажу честно, один раз помыла, тщательно отмывала всё. И в итоге у меня одна функция, вот мясо птицы перестало работать. Видимо, где-то на эту панель попала влага. И всё. Ну, конечно, ничего страшного. Всё остальное может заменить функцию эту. Но уже я задумалась, стоит ли так хорошо очищать вещи. Что же в ней такого интересного? Мультиварка у меня обычная была, а это с функцией скороварки. Когда мне её подарили, а у меня много очень подарков от друзей, от хороших людей, я даже расстроилась. Боже, скороварка, как я разберусь? Нет, это просто незаменимая вещь. Это моя подружка и моя любимая подружка. Значит, функции здесь такие. Таймер. Можно варить рис, кашу, суп, бобовое или мясо на кости, но это по времени. Выпечка. Выпекала я два раза. Отлично. Всё. Ну, просто как-то привыкла к духовке. Мясо, птица, рыба. Время можно регулировать плюс-минус по желанию. И функция подогрев, что тоже меня очень радует. Я частенько оставляю на подогреве для детишек. Особенно здесь то, что здесь разные давления, девчонки. Уровень давления низкий, норма и высокий. В основном я всё делаю на высоком давлении. Это экономит время и продукты. Ну, вкус немножечко другой, даже если чем на низком. Может, я так привыкла. Хорошая такая мультиварочка, скороварочка. Сейчас я дальше вам подробно расскажу. Вот её чаша. На 4,5 литра. Ну, на 4, на 5. Я обычно много не наливаю. Видно, что она у меня рабочая, уже немножечко коги там поцарапана. Это не реклама, потому что это вещь, которой я работаю уже несколько лет. Вот тут, видно, попадает жирок. Но отмывать это надо очень тщательно. Она сейчас мне нужна в действии. Была нужна, остыла и опять в работу пойдёт. Самое интересное мне это крышка. Вот такая крышечка. С клапаном, который держит давление. Если я сейчас так переверну, подержу его. Там видно, вон, клапаночек, который регулирует всё, что нам надо. Отмывается она очень легко. Она даже не пачкается с той стороны, потому что вся влага, вся пенка, если бульон варишь, остаётся внутри кастрюли. Это вообще незаменимо. Второе, как бы, дело у крышки. Вот оно, очень удобное, с держателем. И обязательно одевается резиночка. Девчонки, 4 года резинка вообще не изменилась. Ну, цвет, конечно, она была беленькая, пожелтела от работы. Одевается сюда плотно и потом вставляется в первую часть крышки. Вот, легко я собрала. За этот пыптышек снимаешь, разбираешь, обмыл, просохло и всё готово. Сверху на крышке вот клапан, который сейчас мы будем регулировать, когда поставим наши продукты. Ещё что здесь интересно. Здесь карманчик такой для сбора жира. Я его часто снимаю, он легко снимается, промывая. Но в данном случае пока всё это у нас в рабочем состоянии. Интересная вещь, девочки, присмотритесь. Особенно те, у кого мало времени, потому что всё-таки сюда продукты положил и не боишься, что что-то убежит. Быстро всё происходит. Особенно холодец, бульон, который не убегает и пенку снимать не приходится. Вот, девочки, сегодня я буду готовить бульон. Все знают, что бульон варить очень долго. Особенно это у меня утка. На бульон у меня всякие остаточки идут. Жопки, попки, ребрышки и так далее. Наливаю на дно обязательно водички, тёплой. И сейчас буду добавлять кипяченую, горячую воду. Для того, чтобы сократить ещё какое-то время срок нашей работы. Потому что бульон это долгая басня. А ещё если утка, она вообще долго варится. Почему так много положила? Обычно я меньше. Но хочется, чтобы мясушку было побольше. В моём бульоне, а потом в первом блюде. Ещё не знаю, что буду готовить. Может рассольник, может борщ. Посмотрю. Вот так сверху мясо у меня заморожено. Я его просто обмыла. Вот всем видно пар. Если холодно, ничего страшного. Можно тоже. Но, девочки, получается, вы меня простите, дольше. Дольше. Всё, вот так как-то. Всё, друзья. Перчик душистый, лавровый листик и столовая ложка соли. Вот такая, без горки. Это немного, потому что я потом бульон ещё буду цедить. Добавлять, может быть, кипяточек в него. Сейчас накрываю и могу заниматься своей работой. Бульон у меня будет готов через полчаса, минут сорок. Всё. Вот крышка одета. Резиночка на месте. Один раз забыла, девчонки. Среди начала процесса отключала всё. Ну, сейчас вроде внимательно всё делаю. Накрываю я, попадаю там в пасек и обязательно защёлкиваю всё. Запоминаю, сразу запомнила, что должен быть повёрнут рычажок в обратную сторону. Всё готово. Включаем сеть. Будем работать. Обычная вилка. Ничего тут особенного. Написано, как керамика. Вот сейчас моя умная машина всё сделает за меня. Я только включу. Вот такой таймер. Включаем мы сначала её функцию и потом ищем. Ну, раз у меня нету теперь функции, стоп, машина-то поспешила. Вот мясо-птица, которое вообще выгодно, я буду включать мясо на кости, чтобы утка прям от кости отставала хорошо. И вот сюда. Полчаса. Это нас не устраивает. Мы перещёлкиваем на высокий уровень 45 минут. Можем уменьшить, если нам надо. Вот я сделаю не 45 и не 30, как положено, а 40 минут. Ну, 41, бог с ней. Всё, сейчас она сама заработает. И вот пойдёт отсчёт. Единственное, девчонки. Как говорится, собаку на этом деле съела уже. Если куда-то спешу, особенно с утра, надо учитывать, что 41 минута ровно не будет, естественно. Добавится ещё время, пока нагреется вода внутри чаши. Ну, это вот я горячей водичкой заливала, значит, минут 10 добавьте. Если вы холодной ставите прямо из-под крана, то минут 15 добавьте. Всё, я включаю. Вот так обычно рано-рано утром. И бульон мой потом готов. Пока с работы прибегу, он остынет. Отключаю и варю что-то горячее. Удобная вещь. Пока она меня не подводила к этому. Спасибо братьям-белорусам. И вообще, белорусская техника, белорусская посуда очень-очень выручает такое чувство, что ребята ещё помнят, что такое знак качества. Молодцы. Всё, ничего тут не нужно мешать, помешивать. Единственное, конечно, сначала мне не устраивало то, что нельзя добавить, нельзя помешать. Особенно если я плов делаю или какой-то гарнир. Даже по-флотски делала, когда там макароны. 15 минут и готова. Вот. Ну, а потом приноровилась девочке, очень удобно. Зато ничего не убегает. Ничего не нужно. Всё умная машина сделает за нас с вами. И потом ещё, когда всё это исполнится, пропищит, что иди, товарищ, вынимай. Хорошее. Не гоняйтесь, девочки, за импортным, чересчур импортным, европейским. Есть вещи, которые создаются в наших республиках, на Украине, в Белоруссии. Очень и очень хорошие, добротные. Вот. Единственное, что чаша, конечно, не дай бог, накроется, что-то время-то своё берёт. Ну, я думаю, найдём выход из положения. Главное, чтобы вот этот клапан не забился. Его я прочищаю постоянно и слежу. Ну, будем делать свои дела, а потом я покажу, как она включится в период повышения давления. Друзья, если слышно, пошло шипение. Сейчас клапан должен закрыться. Подождём обязательно, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Всё, моя красавица, моя умничка, моя девочка начинает работать. Что ещё хочу сказать? Вот шла к ней ложечка такая специальная. Только ей я работаю, берегу свою чашу. Ну, мои товарищи без меня, возможно, лазят туда и всем чему угодно. Это одному богу известно. И что ещё хорошо, девчонки, ножки. Здесь какие-то не пластмассовые, а просиликоненные ножки, что её вот, сейчас покажу, о, её с места не сдвинешь, если набирать, начерпывать. То есть не то, что она, если ребёнок потянется, она никуда не денется, не съедет. Вот это вот, ну, умный человек её делал, мудрый прямо, видимо, сам работает на кухне. Запах идёт, душистым перчиком. Вообще прелесть. Всё, вот такая вот красоточка моя, работай, умничка. Девчонки и мальчишки, процесс пошёл, всё хорошо. На глазах уменьшается время. Мне надо бежать. Всё. Вот такие у нас пироги. Ещё к ней шёл маленький стаканчик. Всё отлично. Девчонки, девчонки, послушайте, может быть, не очень мудрую, но жизнь повидавшую тётку. Берите всё. Обычное, простое, что потом можно будет и отремонтировать, и спокойно пользоваться, не переживая за продукты, за свою кухню и за цену. Но цену, смотрите, она не дорогая. Абсолютно. Но холодец, девочки, если только вот на нашу семью, так иногда хочется. Удивительно, поставила, забыл. И быстро. Вот 45 минут максимально больше не надо. Всем пока-пока. Люблю вас всех. Кто подписался, кто нет. Я всем рада. У меня канал в удовольствие. А не ради каких-то там других меркантильных интересов. Пока-пока. Всё.